Езжаем в ночь. У кого ночь, а у кого и день. Я всех приветствую на своем канале. Вот теперь и до меня дошла очередь, мой черед по установке светодиодных ламп. Что нам для этого необходимо? Сами лампы. Прихватил с собой мультиметр. И нужно найти помещение потеплее. Ну что, смотрим на нашу границу СТГ, так называемую, да? От нашего ближнего света на гладенках. Все, прощаемся с гладенами. Два с половиной года. Вот так вот они выглядели у нас. Линдики. Ну и здесь пока останется неизменно. Может быть светодиодочку и на габаритах поменять. Так, ну вот запомним границу из-за света. И будем сравнивать. Вот в уголочке столько уходит, там рассеивается. Все, погнали. Итак, первое, что необходимо сделать. Поскольку делаю первый раз, то все-таки давайте снимем вот эту защиту. Итак, защитку сняли. Держится на клипсиках. Вот таких вот подтягиваются вверх. И потом немножко оторвать с крыла. Вот тут три клипсы. Если смогу показать для наглядности, как оно здесь выглядит. Вот такую картину мы видим внутри. Снимаем скобу, значит. Достаем лампочку. И делаем действие дальше. Итак, снимаем клемму с лампочки. Затем снимаем скобой саму лампочку. Далее берем наши новые лампочки. И вешаем скобу, вот это вот, вместо лампочки. Которая находится у нас там внутри. Все, лампочку изымаем. Лампочка с штатной осром. Вот маркировочка. И вот такое состояние. Какое-то есть тут уже потемнение. Вот штатная. Два с половиной года полет нормальный. Итак, шайбу вот установили. И для чего, друзья, нам нужен был мультиметр. А для того, друзья мои, чтобы мы сейчас включили ближний свет. И нашли плюс и минус. Посему как в наших лампах, и это очень важно, есть плюс и минус клемма. На это нужно первое, что обратить внимание. А второе важное, при установке светодиодных ламп, они должны стоять строго вот так вертикально, чтобы светодиоды светили по сторонам. Чтобы они светили влево и вправо. Вот так. Это два таких вот пункта, на которые необходимо заострить внимание. Ну, а в принципе, ничего сложного и нет. Я думаю, на вторую фару попробую подвезть через лючок аккумулятора. Вот, конечно, будет хуже. Вот крышечку снимем. Ну, а думаю, что сможем так сделать. Здесь, конечно, не хотелось бы слишком много снимать. Ну что, пробуем найти наш плюс и минус ультиметром. И подключим одну лампочку. Посмотрим разницу. Ну что, друзья мои. Одна лампочка на месте. Поместили туда и блок. Все как положено туда. Засунулось. Осталось только крышечкой потом прикрыть. Ну, а главное что? Поберочка. Ну что, друзья. Ёптица. Да будет свет. Ваня давно говорил. Надо ставить. С нашими габаритными этими не идет ни в какое сравнение. И по цвету можно видеть разницу. Ну что показывает нам стена? Четкая граница. Ничего никуда не уходит. И очевидно, что разница существенная. Сейчас поменяем еще левую. И увидим, докуда же у нас зашел засвет. Но. Должно быть все шикарно. Замена завершена. Проводочек на лампочке должен стоять либо вниз, либо вверх смотреть. Тогда светодиод будет у вас ровно по вертикали, как я говорил. Плюс-минус. Можно проверить мультиметром. Найти. Ну что, пара огонек. Смотрим на стену. Смотрим на границу. Ну что, граница четкая. Никаких расплывов. Сплошным светом поливает. Смотрим на стену в угол. Дальше оно не расползается. Но немножко шире стало. То есть, мы можем видеть больше на дороге всего. Но заслеплять водителей мы не будем. Когда я встал и отметил голоденки. Карандашиком. Простым. Две линии. Они остались на одном... Для меня было важно, уйдут ли фары выше. Они остались на одном месте. Может быть, там пару миллиметров каких. Это такое вот наблюдение. Вообще, думаю, может немножко будет надо приподнимать фары. Потому что граница у нас действительно очень... Недалекая. Вот такая красота, друзья мои. Насчет техосмотра. Да, я думаю, можно хоть прямо сейчас. Но хотя мне на него еще ровно через полтора года. Так что, с вами был я, Дмитрий. Канал Желевод. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И всем удачи на дорогах. И всем пока. И еще, друзья, вот он, в паркинге свет. Столбики просто сияют. Это все-таки великолепно. Ну, посмотрим, как он покажет себя в процессе эксплуатации. Во всех видах погодных условий. Езжаем в ночь. У кого ночь, а у кого и день. Вот так вот, друзья мои. Вот небольшой дождик пошел. Вот правильно сказал Ваня, что кто там бы не говорил, там светодиод, там снег. Дождь плохо светит. Но галоген это все. Но галоген вообще не светит. И с этим я согласен. Линии какие, да хоть даже по линиям, они стали белые на асфальте, понимаете? Вот такие вот первые впечатления. Все, всем спасибо. Спасибо.